Всем привет! Ну что, мне кажется, пришло время знакомиться. Меня зовут Савко Лёха, я начинаю вести свой видеоблог. Тема первого выпуска – счастье. Я попытаюсь узнать, что такое счастье, что нужно для того, чтобы быть счастливым. Пойдём смотреть вместе. Слушай, сейчас к девчонкам сходим, узнаем, как жизнь у них. Девушки, привет! Это Камера, а меня зовут Савко Лёша. Скажите, как вас зовут? Виктория. Карина. Как у вас настроение? Вроде нормально. Отлично. Слушайте, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, что такое счастье для вас? Здоровая семья, рядом близкие люди. То же самое, я согласна. То есть вы цените то, что ваши близкие здоровые – это уже счастье для вас? Ну, семья превыше всего. Давайте сделаем так. Кулаки сюда дайте, пожалуйста. Опачки. А ещё давайте вот… Вы сейчас не будете улыбаться, а я сделаю так, и вы улыбнётесь. Давай попробуем. Тричат. Они уже улыбаются. Ладно, спасибо, девчонки. Погнали дальше. Лично я счастлив. У меня всё классно. Я надеюсь, у окружающих тоже хочу, чтобы было всё классно. Здравствуйте. Вы, пожалуйста, не пугайтесь. Мы снимаем чуть-чуть. Меня зовут Савко Лёша. Я бы хотел задать вам один-два вопроса. Скажите, пожалуйста, что такое счастье для вас? Счастье – это когда любимый человек рядом. Мне сложно сказать. Я по жизни человек много думала над этим вопросом. Но, наверное, так однозначно и не ответишь, что это такое. Помимо того, что любимый человек. Наверное, когда близкие, всё хорошо у них, у семьи твоей, твоих родных, когда тебе есть с кем поделиться тем, что происходит в твоей жизни. Случается, наверное, так. Здорово, спасибо большое. Давайте кулаки сделаем так все вместе. Отлично. Улыбайтесь, пожалуйста. Никогда не грустите. Мы двигаемся дальше. Как у вас настроение, девушка? Всё хорошо? Как мороженое продаётся? А я всё равно не куплю. Не хочу просто. Это парк Жилибера. Это колобки местные. Всё нормально. Сейчас подойдём к бабушкам. Здравствуйте. Меня зовут Савко Лёша. Я хотел бы задать вам один вопрос. Скажите, пожалуйста, что такое счастье? Мы не можем ответить. А вы, может, ответите нам? Что такое счастье? Я тоже не могу ответить. А я хотел бы услышать вашу точку зрения. Нет? А может, вы ответите на наш вопрос? Можно? Чуть-чуть вас побеспокоим. Мы желаем вам приятного аппетита. Меня зовут Савко Лёша. А что вы с тобой представляете? Я веду видеоблог. Вот это первый выпуск на тему счастья. Я бы хотел спросить, что такое счастье для вас? Что значит быть счастливым человеком? Абсолютно здоровым. Это абсолютное счастье. Здоровье, когда есть. Вы так же считаете? Конечно. И любимый человек рядом. Здорово. Вы мне нравитесь. Спасибо. Приятного аппетита. Мы пошли дальше. Будьте счастливы. Спасибо. Круто, когда люди считают, что счастье – это здоровье. Меня на самом деле это радует. Парни, привет. Как жизнь? Меня зовут Савко Лёша. Саша и Вадим. Пацаны, я смотрю, вы на велике гоняете. Круто. Велик – это круто. Видео тоже. Мы вот видео снимаем. А у нас самый крутой канал, который только начинает действовать. Но ничего, вы расскажите лучше, что такое счастье для вас. Счастье? Да, счастье. Ну, это когда ты сидишь, и тебе комфортно находиться в ситуации. То есть у тебя нормально относятся друзья, у тебя друзья есть много друзей. Немного хорошие друзья, счастье для меня. Когда у тебя все, в принципе, в достатке. То, что тебе комфортно находиться. Счастье, когда со здоровьем все лады. Когда родители у тебя живы. Когда ты ни в чем не нуждаешься. Благотворительностью надо больше заниматься. Ну, жить и радоваться жизнью, в первую очередь. Слушай, парни, а сколько лет вам? 23. 23-22. Дай я руку пожму тебе. И тебе. Как и науку? Ищи, Леха, Савка. Проект «Обычные люди». Девушка, что такое счастье? Счастье? Ну, не знаю. Мирное небо над головой. Любовь. Не знаю даже. Вот поднимите голову вверх, пожалуйста. Тучи сегодня у нас. Это мирное небо или нет? Мирное небо – это когда нет войны. Ясно, да? Ладно, спасибо. Давайте вы нас сфоткаете, а мы вас снимаем таки. Она меня фотографирует. Вы тихо похожи на треона. Нифига. Спасибо большое. Здравствуйте, уважаемый мужчина. Я бы хотел задать вам вопрос. Что такое счастье? Ответьте, пожалуйста. Что для вас быть счастливым человеком? Что такое счастье? Да. Кого больше экономан, того и счастье. Это неожиданно было. А вы что можете сказать? Что такое счастье? Я не уверен. Что такое счастье? Счастье – это здоровье и счастье. И когда любовь есть про любовь. Любовь есть про любовь. Спасибо. Да, пожалуйста. Ты умеешь аварийск? Я ничего не умею. Я слепой человек. Ладно, скажите, что такое счастье? Счастье – то, что ты не можешь взять в руки. Так это какое-то недосягаемое счастье получается. Да, вот это такое счастье. А вы счастливый человек? А? Вы счастливый человек? Я счастливый. Я в рубашке родился. Здорово. Желаю вам еще 58 лет прожить в рубашке. Погнали дальше. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, я чуть-чуть вас побеспокою. Скажите, пожалуйста, что для вас значит быть счастливым человеком? Что такое счастье? Вы как это понимаете? Ну, как-то вот по-разному это можно понимать. Быть в ладу с собой, со своими близкими. Наверное, так. Здорово. Скажите, пожалуйста, если не секрет, кем вы работаете? Работаю с журналистом. Класс. А где? Вот. Фринансером. Вот так вот, коллега. Вот так вот? Ну да. Как вас зовут? Сочиняю статьи Юра. Это Юрий, который сочиняет статьи. Спасибо большое. Будьте счастливы. Опять забыл дать. Он опять забыл дать. Извините, пожалуйста, можно я задам один вопрос вам? Нет? Ну и ладно. Нет, там тоже на конике не ответят нам. Здравствуйте, извините, пожалуйста, я хотел бы задать вам один вопрос. Два. Можно? Скажите, что для вас счастье? Что для вас значит быть счастливым человеком? Это ваши дети, я понимаю, так, да? Как вас зовут? Меня Даша. А тебя? Меня Саша. Вы любите папу? Да. Да. Вы любите дочек своих, конечно? Конечно же. Вот, счастье, это семья, это здоровая семья. Спасибо большое. Что, пацаны, здорово, как дела? Как тебя зовут? Виталик. 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 Тебя? Егора. Это, слушайте, ребят, как жизнь вообще? Нормально. А у тебя? Тоже все хорошо. Что, на великах катаетесь? Я, да, у меня. А я пешком хожу. Нормально, да? Слушай, скажи, дружище, что такое счастье для тебя? Ладно, скажи по-другому. Что нужно для того, чтобы у тебя было хорошее настроение? Ну, друзья, знакомые, чтобы повеселиться. А для тебя? Ну, для меня тоже друзья, но еще то, что я и хочу. Понял? А девчонке вам нравится? Нравится, да? Короче, все нормально у пацанов. Сколько лет вам? Тринадцать тебе? Тринадцать. Все. Пойдем. Вы помните, да, что меня зовут Савко Леша, и мы сегодня снимаем выпуск про счастье. Вот мы прошлись по парку Жилибера у нас, и сейчас я бы хотел пообщаться с профессионалом. Ее зовут Ракицкая Анна Викторовна, это психолог. Многие люди очень часто задаются вопросом, что же такое счастье? Что такое вот счастье? Что вы можете по этому поводу сказать? Многие люди задают себе этот вопрос, но в то же время не могут ответить. Ваше мнение какое? Ну, я с вами согласна абсолютно, что это вопрос, который людей беспокоит. Меня он тоже в свое время очень беспокоил, и даже более того, я искала не просто счастья, а мне хотелось глобального счастья. Вот такая была у меня формулировка. Но надо сказать, что люди, конечно, хотят счастья. А чего они на самом деле хотят? Они хотят спокойствия кто-то хочет, кто-то хочет здоровья, кто-то хочет денег, кто-то хочет независимости. То есть что мы видим? Что у каждого определение счастья свое. То есть я для себя свое определение счастья нашла. Кто-то другой, может быть, скажет совершенно по-другому. Для меня счастье, вот это глобальное счастье, это быть честной. То есть что значит быть счастливым? Вот этот вопрос. Что значит быть счастливым? Быть счастливым – это значит быть удовлетворенным качеством собственной жизни, быть удовлетворенным качеством отношений, которые я имею, может быть, профессией, в которой я себя реализую, может быть, местом жительства, ну и прочими какими-то моментами, с которыми складывается наша жизнь. Хорошо, вот такой еще вопрос будет. Время идет, поколения людей меняются, жизнь абсолютно другая, если сравнивать с сегодняшним день и, к примеру, ваше поколение, вашего детства. Можно ли ответить? Нет, 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 ну просто, ну это же как бы прошло время. Можно ли ответить на такой вопрос? Какое поколение людей более счастливое? Какое поколение людей на мир смотрели более радостными глазами? На сегодняшний день или в то время? Вопрос, конечно, сложный. Я не думаю, что представление о счастье очень сильно зависит от того, какое мы поколению принадлежим. Но, с другой стороны, я согласна, что, наверное, ситуация финансово-экономическая, общественная, она, конечно, влияет на представление человека о счастье. То есть, что мы начинаем ценить какое-то время, например, там, сейчас? Мир, да, мирное небо над головой для нас является, становится составляющей счастья. Хотя, может быть, некоторое время назад мы об этом совсем не задумывались и считали, что это естественная составляющая нашей жизни. То есть, ну вот, если посмотреть с точки зрения смены исторических времён, то наверняка представление о счастье зависит от этого. Но если говорить о разных поколениях, например, поколения 40-летних людей, 20-летних людей, наверное, там тоже мы найдём какие-то различия, но вместе с тем человек одинаково и 20-летний, и 40-летний хочет быть счастливым. И я думаю, что он может быть счастливым и тот, и другой, вот. Ну, при наличии, наверное, определённых условий каких-то, вот. Хотя очень хочется узнать, да, каких условий. Просто, мне кажется, на сегодняшний день в наше время, в нашем мире очень много соблазна, и люди перестают ценить такие маленькие, хотя не маленькие, а довольно такие важные моменты, как вот окружение со своими близкими. Люди больше ценят уже материальную часть, они хотят себе крутые, дорогие машины, дорогие телефоны. Мне кажется, что вот в то время, когда этого всего не было, тогда люди немного на мир смотрели другими глазами, и они жизнь совершенно по-другому ценили. Я прав, нет? Я не знаю, я не сделала бы таких обобщений. Я думаю, что люди, которые стремились и стремятся, например, к материальным благам, были всегда, как и люди те, которые стремились к духовному развитию. Вот если вспомнить классиков, например, Эриха Фрома, у него есть такая работа «Иметь или быть», где он говорит о двух способах существования человека. Значит, первый способ существования человека иметь, когда человек всё расценивает с точки зрения материального блага, причём даже Любовь, даже вот это самое счастье. То есть не проживать счастливо каждую минуту своей жизни, быть счастливым, быть, например, иметь Любовь, иметь подругу, которая высоко ценится окружающими. То есть вот это вот «иметь» ключевой момент. А второй вариант способа жизни — это способ «быть». Быть как быть любящим, быть в процессе, быть зарабатывающим, приобретающим, быть творящим, созидающим. И вот Эрих Фром говорит о том, что именно второй способ жизни, он приводит человека к переживанию вот этого счастья, к переживанию, к ощущению ценности собственной жизни. Так что вот это такой мой ответ на ваш вопрос по поводу того, что можно ли считать, что раньше менее материально ориентированы были люди. Ну я с вами согласна, что в настоящее время материальных благ общество предоставляет больше гораздо. И может быть у кого-то это вызывает такую иллюзию, что этими материальными благами мы можем, потребляя их, заглушить какую-то свою внутреннюю пустоту и почувствовать себя счастливым. Но это такое, знаете, короткое счастье. То есть да, я покупаю новый телефон, и мне радостно. Но сколько длится времени эта радость? Ну секунду, минуты, ну пока ещё похвастались кому-то знакомым, тоже вроде бы радостно. Но потом ведь это просто техническое средство, которое служит удобству. И тогда возникает такой момент, что если человек не тягощён какими-то духовными потребностями, более глубинными, он начинает искать следующий такой объект, который опять бы сделал его счастливым кратковременно. Вот. Ну вот. Спасибо. А ещё не так давно один человек, он сам по себе, по образованию он историк, сказал мне такую фразу, он прям утверждал, что это факт. Люди в тёплых странах, где климат тёплый, намного счастливее, чем люди в странах с менее тёплым климатом. Что вы можете сказать? Вот погода, вот солнце, вот это вот настроение, оно как-то влияет на человека? Насколько я читала и знаю, да, темперамент, какие-то проявления характера отличаются у людей с северных и южных стран. И, возможно, вся эта окружающая обстановка, связанная с большим количеством солнца, безусловно, делает человека счастливее. Ну, и эта статистика говорит об этом же. Например, есть статистика, говорящая о том, что в европейских северных странах количество солнца гораздо меньше, и люди действительно чаще чувствуют депрессии, даже количество самоубийств выше, чем в южных странах. Но, знаете, я ещё хочу один очень важный момент сказать, что люди стремятся к счастью, но вообще-то это не факт, что человек обязательно должен быть счастливым. И счастье приходит скорее тогда, когда человек не стремится к состоянию счастья, когда он готов к тому, что будет трудно, когда он готов прикладывать усилия, чтобы добиваться каких-то целей. Вот тогда счастье возникает как побочный продукт. Вообще, я бы такую дала формулировку, что счастье – это побочный продукт деятельности, активной жизненной позиции. Ну, вот если ты активен, если ты делаешь то, что хочешь, стремишься, вот тогда, может быть, когда-то счастье тебя настигнет. Ну, вообще-то это ещё, по-моему, китайцы сказали, или Конфуции, по-моему, говорил о том, что чем больше ты за счастьем гонишься, тем меньше шансов, что ты его когда-нибудь настигнешь. А что вы можете пожелать нашему зрителю по поводу вот счастья? Что им делать для счастья? Ну, вот это вот, наверное, самый важный момент из того, что мы озвучили, о чём говорили. Самый ответственный такой момент. Я считаю, что, не глядя на то, что я вот сказала о том, что погоня за счастье ни к чему не приводит, но счастье для человека крайне важно. Это состояние, переживание счастья. И поэтому я бы посоветовала каждому искать свой рецепт счастья, заниматься самоисследованием, нащупывать в себе, что же для меня вот создаёт это ощущение счастья. Кто-то, может быть, поймёт, что для него счастье — это когда его любимый человек рядышком с ним просыпается. Кто-то, может быть, осознает, что совсем всё наоборот. Счастье, когда он утром один на кухне с чашкой кофе, и нет никого рядышком. То есть самое главное — найти, что для меня счастье. И ещё второй момент, на котором я хотела остановиться, это то, что вообще я сама недавно пришла вот к этому такому простому выводу. Всё просто. Если человек хочет быть счастливым, у него такая возможность есть. То есть человек потенциально — это счастливое существо. Но иногда он решает, что ему хочется помучаться. Ну, тогда он сам в ответе за своё мучение. Но вообще-то мучиться не обязательно. Можно вполне быть каждый момент в своей жизни счастливым, но для этого требуется усилие по осознанию того, что сейчас происходит, где я, что и чего я сейчас хочу. Спасибо. С нами была Ракицкая Анна Викторовна, психолог наш. Если вам было интересно, добро пожаловать на мой канал. Он здесь. Если вам было неинтересно, простите, я такой, какой я есть. Продолжение следует... Продолжение следует...